Я думал у гостницы чая, пусть заводить взглядом, как понравился, и без помощи пара ждал! Заслуженный артист России Александр Попыгин на сцене Самарского драматического начинал свою актерскую карьеру 60 лет назад. Здесь он учился у таких мастеров, как Николай Засухин, Георгий Шибуев, Зоя Чекмасова и Вера Ершова. Говорит, повезло сидеть в одной гримерке с Демичем и Засухиным. Александр Иванович Демич, кстати, мой тезка. И когда мы с ним сидели, тогда тесноватые гримоборные были, сейчас немножко перестроили все это. А 60 лет назад гримоборные были небольшие, и меня посадили между Александром Ивановичем и Николаем Николаевичем Засухиным. Подсадили, ну, чтобы гримироваться тоже. И Александр Иванович еще шутил. Вы проходите между двух Александра Ивановича, загадывайте желания. Спектакль Маринбургского театра «Милые люди» по Шикшину закрылся третий межрегиональный фестиваль «Волготеатральная». На торжественном вручении наград заветные статуэтки распределились по заслугам и талантам. Гран-при из рук главы Самары Олега Фурсова получил русский драматический театр «Мастеровые» из набережных Челнов за спектакль «Карл и Анна». Вместе с наградой обязательный приезд на следующий фестиваль. Самара любит театр и в наше время интернета, социальных сетей, атомизации. Очень часто не хватает искренних чувств, не хватает страсти, энергетики. И театр как раз дарит нам эти ощущения, дарит нам эти замечательные чувства, заставляет сопереживать с игрой замечательных актеров. Лучшую женскую роль поделили две актрисы. Татьяна Гладнева за роль Лизи в спектакле «Продавец дождя. Город Пермь» и Елена Ряшина за роль Розина в спектакле «Безумный день» или «Женильба Фигаро. Казань». Лучших мужчин тоже оказалось двое. Илья Славутский за самого Фигаро и Даниил Богомолов, актер Новокубышевского театра студии «Грань» за «Короля Лира». Лучшей режиссерской работой признали постановщика спектакля «Улыбайтесь, господа» Алексея Логачева. Награда ушла в Театр Республики Башкортостан. Фестиваль третий. И я уверен, что очень-очень много еще этих фестивалей будет проходить здесь, в Самаре. Потому что фестиваль живой, фестиваль такой активный, задорный, молодой и очень интересный. Конечно, принимать Волгу, всю Волгу здесь, в Самаре, это очень почетно. 14 спектаклей из 11 городов увидели самарские зрители. За годы существования фестиваля у него уже появились переданные поклонники. А все театры Приволжского федерального округа мечтают стать участниками. Следующая Волга театральная соберет друзей уже в 2019 году. Андрей Горгуленко, Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.